всем здорова ребят надеюсь джизус послал нам сегодня не пожилой реплей смотрим 3 на 3 на пустыне кханда сверху за изенгард играет саурон за рохан играет джоусер и за харат играет вождь маку против них за имлу играет 1 2 3 за ангмар играет 4 точки будем называть его морзе и за имлу играет кефир флэшбэки флэшбэки на той же карте в той же точке за имлу стоял кефир это был топ реплей ну окей tx морзе поставил маяк чё то он хочет сделать я не понимаю что но он ему типа мейкнул чтобы он барак здесь стоял что ли а чё кефир сам не знает что ну ок так здесь блины уже ли здесь погоди 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 это другие игроки если этот рохан будет играть в москаву то у меня прям реально флэшбэки загудят и она тут был гондор это не тот реплей это стопудом не тот реплей так скауты погнали душить тролля тут пытался уже поформить гилдор но как бы не фартанула жизнь боль и 123 сносит барак чё так что-то со старт этот реплей какой-то супер непонятный кефир рискует сейчас погибнуть точнее гилдор его рискует погибнуть хилку сдали эта ошибка если чё но пока же нет сражений в принципе это не должно ему так прям сильно помешать попытка убить гилдора циферки не получилось он будет пытаться максимально подсирать он а изенгард хитер он взял птиц а значит гилдора можно убить еще один залп и смерть кстати если вы окажетесь в такой ситуации и допустим вы сразу и сыграли в варчант у вас нет птиц у вас нет палантира и допустим тиммейты тоже не дают роль покоцан я имею ввиду именно такая ситуация роль покоцан килдор успеет за время сноса вашего тролля снести может одного вам скаута может двоих то есть вы убиваете тролля переключайтесь на клинки забегаете сюда чтобы гилдор не мог прямой стрелой стрелять ему надо было обходить и забираете крип гилдор может попытаться своровать у вас какой-нибудь сундучок но это как бы без этого не обойтись этот лучше чем тянуть время потому что может приехать кого а кава как раз таки уже готова приехать и скауты скорее всего погибнут если конечно не затупит циферка но они должны успеть забрать деньги у них времени навалом было по крайней мере скоро мы узнаем если деньги заберут то изенгард не будет в плохой ситуации но он до медленно медленно конечно делает но забирает все бабосы рыцари уваливаются в его скаутов и надо просто переключиться на мечи и кликнуть под крепу им конец но может быть какой-то скаут спасется добежит туда и как-то восстановится но скорее всего уже нет так здесь маяк морз поставил так он готовит волков и пока что непонятно но выход выход в троллей пока что недоступен наверное это для ошейников сделано да это похоже на масс волки то есть это может быть снос рабочих что очень даже хорошо и это может быть некий контр кавы тут как раз выход в каву идет единственное что оба игрока играют ну типа если вы играете волков будем считать что это кава пускай о нифига туда углин ранний пускай не будет троллей пускай кава и волки это очень хорошо то есть кого здесь но в любом случае оба игрока как бы так выразиться они они вносят какой-то импакт в сражении только узконаправленно я сейчас какую-то херню мороженую надеюсь вы понимаете о чем я то есть к чему я говорю допустим допустим этот челик не играл бы в кавалерию собрал бы пачку пехоты и этот челик уже как бы собрал допустим они двое идут начинают застраивать эту точку и душить им лу ему нечем отбиваться потому что у него только кава и этот челик не придет ему на помощь потому что у него только волки понимаете о чем я то есть есть например начнется сражение здесь этот челик будет нападать приедет к нему пачка волков и кава и они легко могут разбить эту эту армию и эту армию если там получится за контроль то есть в этой ситуации у них преимущество но если будет зеркалка то у них нифига не будет преимущество они будут проигрывать но пока что волков чел не показывал то есть верхняя команда не распознала во что играет нижние значит они пока что и не планируют не никакие контрмеры кефир уводит войска это вроде как какой-то был байт продавливают рыцари частично но такой себе тут очень много копейщиков и никакого эффекта давка не дает один отряд рыцарей был убит у кефира мало войск в это время еще и приезжает кавалерия из ингарда это очень рискованная страта если чё можно так играть но если бы из не стоял на саппорте это вот это прям супер рискованная страта ему повезло что циферка в каву упоролся и не делает нормальную пехоту из в такой ситуации если бы у был просто стак мечников и копейщиков он мог бы прийти и пронести все изину и изин бы ничего не смог сделать учитывая что рохан пытается дефать харад то рохан бы тоже не пришел на помощь и это могло бы стоить победы с другой же стороны сейчас неплохо он катается этой конец и у кефира проблемы я удивлен что он стоит под этим фонтаном его бы вообще свалить под крепом вот но как то так как то так можно дальше ездить нет ничего напоминаю что чемпионы в этом патче давится конницы то есть тут нет ни одного юнита который мог бы эту конницу убить плюс еще и начинает душить харад в это время возвращается рохан потому что у него на базе большие проблемы кстати против рохана эта строта очень хорошо работает потому что копейщики они пускай каву то контрят но волков нет лучники в ближнем бою волков тоже не перестреляют то есть ему нужно выходить но и ему надо либо какой-то жесткий саппорт на большую пальчику сделать войск либо ему надо выходить в отряда и строить пик туру так что в этом плане ангмара очень даже угадал со стратой и опять-таки получается изен не может ему саппорт ночь из-за того что у него одна кого он нифига больше не строим начинает душить его и младрис тут есть копейщики но походу первый первый заезд довольно таки удачно проходит немла пытается уйти снова снова проезжает конницы по их головам надо бы еще один натряд копейщиков а у него один стоит здесь до маловато но можно было бы игнорить кого она бы их не убила из-за копейщиков но тут есть скауты и это как страшновато но он может сейчас попытаться избавиться от них на как зовут человек челоса урон не особо-то контролить скаутами он видимо не понимает что их что их могут легко убить снова приехала кавана копья и скорее всего он сейчас своих варгов потеряет а у него здесь никакого преимущества нет при этом они продолжают сносить цитадель до сих пор нет бараков уизина очень плохо в это время харад пытался застроить кефира харад кстати у нас вождь маку волки грызут но долго они будут грызть это то же самое что они бы в цирке начали выступать но там правда драуглин им как бы помогает и наши некие есть но все равно вышку они будут пол дня стосить лучше бы они пропустили эльфов поближе но в любом случае это минус рабочий ему не уйти отсюда никогда так рабов спиздил вождь мак он вышел стоп 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 это прокаченный кастомир а это прокаченный кастомир надо настройки убрать блин вот реально выглядит красиво но играть невозможно я даже при комментировании понять не могу вот вы видите где здесь кастомир вот я не вижу на средних настройках шикарно все видно эти тени это насыщенность контраст мешает очень сильно так сюда сюда смотрим рахляндия грыданул себе огненные стрелы он построил копейщиков но у него а это по ходу призыв гамлинга у него нет мечников но у него может качнуться гамлинг может быть он за счет стана будет стараться спасать свою пачку но ему надо что-то что будет танчить армия неплохая этими ребятами даже можно угрожать крепости но их очень легко можно будет потерять слишком легко нужно что-то еще тех же отступников подстроить поэтому кстати всегда рохан когда пытаются в мидгейме запушить он застройку делает типа всяких там фонтанов вышек и статуй мастерских понастроить чтобы легче было дефаться такой вот комбинации войск тут еще есть элранд у рохана пока что нечем его убивать ему нужно качнуться до броска копья она на третьем уровне и еще ему нужно элвин тогда они смогут вместе снести где-то под 70 процентов хп ему и основными войсками его закоцать пока что он не сможет в это время продолжает харасить харат и у рохана довольно таки печальная ситуация сложилась рохан должен быть здесь я забыл кстати чем джоуссер джоуссер должен быть здесь сейчас может маку сейчас проиграет у него нет шансов у него прям вообще нет шансов потому что он должен подстраивать свою армию в соответствии с армии кефира он не может подстраиваться по 2 под волков иначе он не сможет победить кефира то есть у него нет вообще вариантов сражаться с этими ребятами нужно чтобы этот парень помог избавиться от волков но этот парень джоуссер занят тем что нянчит изен потому что саурон очень плохо играет в целом к сожалению но как бы вы слабое звено до свидания вот тут ну тут нечего сказать просто даже проблема не в стратке очень медленный развитие супер медленные к такому моменту у всех игроков есть армии у саурона нет ни хера скауты лорд это все что ли кава очень слабо я сильно удивлюсь если верхняя команда затащит так и начинается душниловка но приходит конечно джоуссер я не думаю что у него есть шансы волков уже перебор то есть я думаю что волки уже в состоянии снести ему всю армию у харада войск не осталось совершенно о мечту подлаги пошли какие-то этого эффекта что ли опять-таки все танкующие юниты это копейщики которых волки легко убивают и колдовской ветер последний гвоздь в крышку гроба но пока что ему на руку играет то что здесь ферма пусть волки не могут его окружить морзе потратил скилл рановато на самом деле ему надо было о неплохо ему надо было подождать пока можно будет окружить чтобы колдовским ветром закинуть роханцев сюда то есть я все еще убежден что он выиграет эту стычку но он потеряет свою армию ну типа какую-то часть крупную потеряет разделил он волков сносит катапульту немножко погрыз метателей и передумал он уходит рохан не потерял свой войска кефир тоже уходит хотя они могли бы дальше сражаться удивительно кефир правда построил мага земли и он продолжает душить вождя опять-таки вождь до сих пор выбит из игры у него ничего не будет он пытается у маков выйти так давайте по берегу еще пройдемся стоп как это так получилось что соурон харасит а это призыв что он пытается харасить циферку циферка по сути уже победную победную армию скопил то есть ему этого достаточно он не снесет крепу но ему этого достаточно чтобы снести все кроме крепости саурон пытается строить заставы с варгами тянуть время посмотрим как у него это получится так смотрим сюда снова по прокачки значит морзе качнулся все обилки первого тира и призраки в принципе под волков до нормальная тема они ему все понадобятся а дальше уже по по ветке обычно типов в стан можно качаться да он насилует харад уже по максимуму кефир кефир на библиотеках расформился а уже третий тир даже у него появился неплохо дин может надо было но уже поздно но может надо было роханов конных лучников сыграть попытка кстати убить к ч ой неплохо неплохо морзе опосрался надо было отступить рохан 4000 забрал конных лучников реально это бы решила бы проблему то есть он мог бы дефаться от волков у него была бы об мобильная армия он мог бы понянчить тогда в начале когда были прав ну и сейчас тоже его надо нянчить но не суть он мог бы помочь здесь и когда увидел бы что начали вдвоем душить вождя он мог бы сразу вернуться и вождь бы так сильно не пострадал если вы запомнили тот момент то вождь сам пушил кефира у него более-менее нормальная пачка была просто приехали волки окружили его из-за души вот и после этого все он уже на нулях сидит просто он из последних сил как-то пытается держаться дальше джосер джосер играет в два вторых тира по всей видимости помощь эльфов это был типа крик души когда его волки души он взял это неплохая идея это позволит ему выйти в лагерь но в данной ситуации ему все-таки нужнее 3 тир тает конечно аукнется потому что через два очка он мог бы уже взять призыв при условии если он как-то сможет подловить момент и прыгнуть гимли в эту пачку волков он половину убьет а вообще может даже и все вот у него еще возможно будет такая такая возможность но я не уверен да теперь он вынужден крепу застроить потому что волки бесят это возможно самая бесячая страдка которая существует в игре особенно в командных так в это время саурон держится и по всей видимости минометы слишком сильно покоцали циферку кстати если зафоксить элронда вышками он умрет у него достаточно много вышек он отводит войска и возможно они сейчас его будут фокусить поймал элронда седьмой уровень элронда между прочим вот еще и глор приехал если у него нет хилки ему хана блин сейчас сейчас погодите важно важно убьет убьет да так смотрим сюда вышел первый слон и на него закинули 3 тир и по всей видимости слону удалось разобраться с этими ребятами можно будет даже продавить боромера неплохо для верхней команды очень даже неплохо в легкую забрали третий тир в это время вождь закинул свой третий тир сдал раздор и у него неплохое количество умбарцев накопилось они не смогут сражаться с волками но это неплохие войска если он сможет несколько слонов построить то они будут служить прикрытием для умбарцев но я заметил что этого все равно в таком матчапе не хватает я пару месяцев назад столкнулся с той же ситуацией я был захарат челик играл в масс волков умбарцы не вытаскивают волков слоны вытаскивают но беда в том что он их может игнорировать он может заехать просто перебить умбарцев и потом уехать если у него достаточно много волков будет он даже может в наглую попытаться слона в спину убить поэтому в этом матчапе самый лучший вариант это скорпионы и надо бы пик туры ему подстраивать поначалу то есть обычных мечников строить делать им флаги чтобы они танчили копейщики напоминаю это не тот юнит которого надо делать против волков волги контрят копии вот ну пока что вроде ситуация нормас здесь мы видим что прям в тыл пролез рохан и пытался пронести крепость призывается 3 тир посмотрим не затупит ли джосер нет нет братан как же ой но ведь ну убийцу вруби сначала убийцу двойной урон а потом брюшок помянем вот это вот это то же самое что жрать пельмени только там вместо мяса воздух будет или соя вот да это пельмени соей вот этот гимли это пельмени соей ну ну как так можно было бы это самый главный скил очень плохо очень плохо ну кстати в любом случае нехило так покоться ли ангмар у него немного экономики осталось он закидывает драконы чтобы помочь кеферу у кефера проблемы тут пиратов большое количество есть баллиста есть слуни кстати в матче то есть то есть можем и пока по копьям по копьям пошел минус слон да долго он жить уже не сможет еще один лайфхак если вы играете матча и мла против харада и вы понимаете что скоро будут бумаги и эти лучники мумаков не вывозят копейщики конечно убивают только если мумак сам по ним пройдется если нормально чел контролит тому мак разобьет ваших копейщиков то есть ваша надежда только на лучников пока копья живы чтобы он не подошел вы лучниками убиваете так вот эти пацаны даже с грейдами мумаков не в состоянии нормально убивать вам нужна таверна то есть и если вы столкнулись такой ситуации пишите тиммейтом чтобы вам оставили таверну но они отбили до отбили атаку волков до сих пор зашкаливающее количество соурон до сих пор увы абуза для команды здесь просто в тупую циферка пошел свои пачкой они втроем ударили по вождю маку легкую его разбили и у него снова будут проблемы он до сих пор штампует кучу копейщиков он пытается выйти во второго слона посмотрим можно можно рискнуть и суицидную слона типа через призыв к атаке в волков взорваться о да 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 хорошо пошло хорошо пошло только проблема в том что они могут на фонтан уехать если он там где-то есть 25 к закидывается в армию кефира уже какой хаос происходит охренеть как же много он убил где-то половину пачки сов смог слон убить его следует увести потому что он пятый уровень не ну не хотелось бы его терять но вождь маку очень сильно хочет убить всех волков но посмотрим как у него это получится я думаю что не получится но беда в том что его щас да его щас в спину загрызут будет глупо будет очень глупо развернулся не убьют молодец так смотрим сюда пришел джосер снова на помощь и саурон нападает у него небольшая пачка войск скопилось а где топ это розовый так розовый уходит циферка уходит теперь вождь и джосер вместе могут сражаться у кефира неплохая такая пачка и плюс волки сейчас очень страшны потому что король чародей нивелирует проблему волков то что ну волки разваливаются от стака мечников и лучников вот когда есть к ч они уже не разваливаются во-первых дебаф во вторых он бьет сплошном если он может он может не бояться залетать в эту пачку лучников и мечников и просто всех убивать вот такие дела но слоники слоники до сих пор есть и до сих пор представляют какую-то угрозу так это сейчас был а это был призыв в арте кефир чутка отступил и продолжают пушить джосер вместе с вождем при этом морзе пытается волками снова экономику погрызть но вождь и отстроил как а у него еще и ухты у него нычки я совсем забыл об этом я же не досмотрел по прокачки всех ребят но получается на он копит на вторую двадцать пятку честно понять я не имею умрут ли волки от нее но любопытно будет посмотреть и по ходу час они обнаружат то благодаря чему вождь все это время жив оставался джосер кстати начал в плитку играть у кефира проблемы нужно чтобы волки приехали дает минус дары мордора будут так здесь циферка разбился урон ну в принципе это и понятно было чем делает за даже если честно 3 тир не так уж и много войск наверное затащит 3 тир не снесли одно здание с дарами и и я слышу 25 на самом деле это очень хорошо для верхней команды они забрали у кефира две важных обилки с помощью этих обилок можно было бы снести крепу он вынужден их потратить чтобы отбить атаку при том что у них не такие уж и большие войска здесь были при этом он еще слоном пытается похарасить немножко но мне кажется что это это жадность лучше бы он слона убрал потому что сейчас они скинутся по нему так волки снова харасят здание но тут тут как бы им ловить нечего сур он пытается держаться но скоро он должен проиграть скорее всего а да минус слоник ну такой разменял на барак слона 1300 на 300 или сколько он стоит а погоди они слонарню снесли нифига себе кефир еще пытается извлечь какой-то профит от своей 25 ой так быстро он проюзал он проюзал на помощь двадцать пятку свою ну да он никого толком не убил ею хотя волки были стопы 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 он волков убил я нигде не вижу да он убил всю пачку волков осталось совсем немного это хорошо для него это очень хорошо он немножко помог тиммейту и помог себе правда но новые волки уже на подходе как бы все же скорпион снес кстати барак третьего уровня забавно и затишье больше никто ничего не делает минус слон призывается третий тир только вот . неприятное куда он его кинет не понимаю на волков кидает раздор но это не будет иметь никакого эффекта толком пару отрядов до грустно протупил чутка надо было бы сюда попытаться кидать как-то джосер пришел на помощь что-то мне кажется что он не сможет ничего сделать у него как-то очень мало войск закидывается супер ранняя хилка велранда и минус а у неплохо неплохо ульт ульт отдал вот такая ситуация пошел пушить кефира вождь маку кстати у него неплохая пачка условно это угроза крепости кефиру следует обстроить свою крепку сейчас мы его найдем у него достаточно шокелей да он начинает обстраивать нужно сделать апгрейд стрел можно вот эту печать сделать магом и возможно вот эту чтобы они попадали словно нужно поджигать если что апгрейд стрел и младрис хоть и повышает сильно урон но это не огонь поэтому слон не будет получать такого большого урона как мог бы поэтому нужны маги неплохо уваливается слоник не по не получилось волкам прогрессить эту пачку ну бы парочку еще два слона еще и он будет себя нормально чувствовать прогнал а в это время циферка раскачался до такого уровня что душат уже двоих жесть казалось бы вроде вроде маку чувствует себя уже лучше намного лучше а кстати волки забать не то о чем я говорил он может слона игнорировать и просто грызть тюмбарцев так вот вождь вроде как чувствует себя уже намного лучше но ситуация для верхней команды стала еще хуже потому что циферка расформился джосер чё-то как-то не очень расформился ну а саурон к сожалению и походу это уже конец урона призывается третий тир джосера пытается спасти только к сожалению он протупил он бьет не того в этом призыве здание сносит паландо все остальные герои саппорт паландо убейте но вроде когда у ему получается это сделать даже если он его не убьет он потянул достаточно времени а значит база простоит им даже удалось как-то разбить армию циферки в это время продолжает в этой точке пытаться как-то душить двоих вождь маку у борзе осталось очень мало волков слон все-таки делает то что надо делать призывается ледяной дракон слона нужно уводить у него мало здоровья осталось его бьют и но копейщики а кстати можно призвать маленького слона все минус минус он такой же такой же лайфхак слону очень сложно уйти от копейщиков потому что он медленно но можно использовать кнопку с для остановки юнита это работает также как с повозки просто сложнее это сделать но можно и не уверен что он бы его спас но попытаться все же стоило в это время джосер пытается пушить урон придерживается своей предыдущей тактики и сидит на базе здесь кефер принципе тоже особо ничего сделать не может и мои глаза меня подводят по ходу морзе решил переделать страту начал начал строить баран или может он их от до этого построил и не будет строить войска но под позорных волков у него маловато осталось уже так маленький слоник вот вряд ли что-то сделает но хоть немножечко ущерба нанесет кстати скоро станет подкатиться пошел еще один слон пошли подкрепы баллиста есть воскрес суладан новый слон строится джосер пушит но я думаю что его сейчас разобьет много волков 10 уровень элрон да есть хилка арвин да тут есть все что он построил войска он тоже пытается нападать благодаря жертве этих пацанов по лист смогу боя катапульта смогут снасти хотя бы барак может даже больше или не смогут или развернуться и не будут по бараку грустно-гростным третий кир призывает циферка пытался уже задушить а тут издали двадцать пятку вождь маку пытался уже задушить до конца кефира но получил лавиной в лицо и умер у него снова появился слумик так джосер потерпел поражение и у циферки снова неплохая такая пачка плюс есть магия он снова угрожает базе саурона а саурон в тупую за 35 тысяч светловых лет блять от своей крепости построил цитадель зачем построить ее здесь есть плотно чтобы ее не сносили обстроить крепу бараками чтобы было больше подкреплений какая грусть ее же сейчас просто заберут кто-то кто-то ранен кто-то орёт кстати 10 уровень теперь самый крутой баф у него доступен второй слон подошел ну-ка давайте на вождя взглянем так а это чё у кефира практически двадцать пятка откатилась у джосера есть энты кого они будут сносить они они могут снести эту крепу если я не уверен что они видели что она не обстроена вроде они не дошли до крепы это атака не должна снести базу со урона тут мало войск но но маги маги земли могут маги земли могут да но может быть кто-то что-то закинет на помощь ну например у джосера скоро будет призыв эльфов я правда не уверен но пока что маги заняты чем-то другим они а у все уже бьют крепу ой это страшно на самом деле не успеет он что есть у саурона саурон ну как братан ну как у него был третий тир и армия изенгарда он не только мог отбить атаку на свою крепость с помощью капитана он мог сюда закинуть двадцать пятку и потенциально снести эту крепу а вместо этого он встал на колени широко открыл рот и поместил пиписку элронда себе за щеку у меня просто нет слов и в итоге атака развалилась джосер потерял свою двадцать пятку вождь маку потерял своих слонов а кстати зря он скорпионов это ошибка если он погоди чё чуть-чуть а кто урон наносит окей ладно неважно забейте что-то прям двадцать пятка до хрена вдамажила я хотел сказать что он зря скорпионов забрал если собирался двадцать пятку кидать но и так хватило все-таки джосер не не до конца просрала двадцать пятку свою все-таки как раз он и нанес последний удар так призывается третий тир от вождя он пытается что-то что-то предпринять здесь но с урона уже погиб его уже не спасти а кефир еще не погиб он потерял крепу но он не потерял волю к победе у него есть армия и у него есть тиммейт который дальше душит волками о и конечно нет я думаю что у нижней команды все равно больше шансов на победу опять таки снова сейчас будут рейды эти волков посносят побольше всего блин у изина даже есть деньги на крепы но у него похода нет раба а рабочего волки убили плохой колдовской ветер но он видимо пытается его как-то на базе задержать и не понимаю с какой целью это сделано сейчас копьё в корля чародея полетела десятый уровень круто нужно закинуть ульту она не убьет волков но она бросит их на землю здесь полностью обстроена крепа этого в принципе достаточно будет чтобы их сильно покоцать но в любом случае морзе сливается в тупой я не понял что он делает ему нет смысла здесь тусить ему надо вот вот так вот 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 ему надо сносить сносить вот это так в это время может построил слоника и отгоняет кефиром призыв есть разумеется этот какой шестой уровень подкрепы строятся а у кефира рабочего что ли нет такое впечатление что у него нет рабочего если это так если распознает маку этот момент то они могут выиграть охренеть саурон воскрес из мертвых у него есть деньги и у него есть рабочий у него есть крепость к сожалению он но я не хочу никого оскорблять но это пиздец как тупо он еще и обилку взял она в кд ушла он не сможет ее использовать у него только капитаны будут ему придется ждать пока обилка откадешится будем сейчас за ним смотреть но в любом случае он может еще внести какой-то импакт в это сражение причем очень даже помочь может этой армии когда она откатится а кефир уже не сможет либо я сейчас очень сильно долблюсь в глаза и где то он тоже строит крепу но нет скорее всего нет нигде у него нет так пришла пачка можно попытаться а блин тут же дракон да и нельзя нельзя мухат погибнет скорпионы пытаются смести возможно последние здания нет не последние это чье фонтан циферки стоп она откатилась уже хм как это работает это из-за того что он так долго крепу не строил и она уже откатилась типа постфактум интересно кто-нибудь кто проверял эту штуку можете мне написать типа если взять без крепости то она уходит на кд но как бы продолжает откатываться что ли это так работает или может фаталист что-то пофиксил и уже не уходит на кд когда нет крепости интересно в таком случае в таком случае у верхней команды есть шансы на победу очень большие ему надо просто все это куда-то закинуть только куда сюда нужен обзор джосер подстроил войск блин саурон пожалуйста только не прозри а вилки пока тебе крепу не снесли ну тут жопа конечно джосер просто не смог раскачаться нормально чтобы тащить эту армию а 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 за урон саурон саурон призри армии призави таз призави призови армию хоть сюда от о призвал я просто не верю своим глазам у него есть что-нибудь еще или он сейчас проиграет не добьют походу этот на агрессивке циферка затупил эти ребята не бьет циферка ну ведь у них огромный урон разбили блин стоп а как так быстро что-то стоп 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 я не понял как они так быстро сбрили эту пачку а понял наводнение а волки добили остатки да я-то думал что саурон затащит ну такое походу все конец что они еще могут сделать но нифига слон на последней секунде из мумакиль не вышить вы выйти успел вышить новое слово изобрел фаткет кстати молнии надо было это не важно забавно что джоссер начал конных лучников делать но поздно уже хотя какой-то пачку а ну-ка погодите 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 сколько у него там он может он может в лагерь скоро выйти допустим вождь держится так я еще не понимаю где последнее здание изина а вот вот он здесь то есть рабочие у него есть есть он еще пытается что-то делать допустим допустим сейчас волки уходят их мало осталось они там даже если не час вот это снесут то они свалят ему бы надо а выбил из марта 25 вот сюда влез лагерь очень хорошо то есть он у него под защитой надо бы еще здесь поставить стенку небольшую желательно еще и здесь как-то так ну чтобы легче было до цели вышки какие-нибудь только не говори мне что ты не нажмешь джоссер я снова начал болеть за верхнюю команду просто и он нажал хорошо мне просто интересно смогут ли они из такой жопы выбраться ну у нижней тоже не не все так гладко конечно же но циферка офигенно раскачался смотрите десятый 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 братки там еще есть десятый тоже куча пик туры у него он всадники ветра есть все двадцать пятки есть все что надо даже орел есть вот бар конечно фанится надо было бы давно уже менять страдку типа волки уже не работают ну да он продолжает душить все дела но такое себе не так эффективно а этот на стоп я не понял почему они здесь вся кефир обнаружил застройку саурона ну саурон вылетел из игры по сути да у него нет ресурсов вкладываться в него это глупое занятие он их просвет просто эти деньги станчик легко можно разбить армию кефира сейчас опять таки если они поймут что у него больше ничего нет ну скорее всего они думают что он где-то креп построил потому что нижняя команда не сдается у него типа бегают войска то есть но логично предположить что у него что-то есть вот поэтому они не пытаются крысить его здание сейчас они если их не разобьют здесь рано или поздно они дойдут туда так в это время джосер получил в лицо лавину а это было это основная пачка конных лучников но если ему удастся удержать лагерь то это не проблема для него но что-то мне подсказывает что не удастся и да прям прям под лагерь приехали челики это конечно проблема сносить ими потому что тут вышка в тут крепость с вышками они уязвимы к стрелам но скорее всего они снесут и разменять даже три отряда на лагерь она того стоит это все таки четвертый тир и они его сносят ну что я могу сказать очень очень грустно нужно было бы попытаться застроить но зато у джосера есть двадцать пятка хорошая давайте мы сейчас всего найдем куда он может не закинуть но у них обзора нифига нет но сюда разумеется нет смысла ее закидывать чьи рабочий вот наверное самый такой оптимальный вариант это попытаться разбить ангмар но к сожалению он решает закинуть ее сюда прилетает гвейхир убивать его в принципе есть чем ну с какой-то стороны он пытается разменять двадцать пятку на игрока на кефе но это все-таки барак энтом он не переключил дальний бой зато переключил древо бороду я теперь понял почему то в тот момент двадцать пятка у него только из одного древо борода состояла ну хорошо так в это время циферка пытается убить джосера у него есть один маг земли и тут тут призвать толком нечего но он мог бы задефаться кстати сейчас какие-нибудь залетные всадники могли бы убить этого мага и атака бы развалилась эти пацаны крепко обстроенной она даже с броней они не снесут но но такое блин глупо будет если джосер проиграет так кефир потерпел поражение это пачка идет к ангмару ангмар своих волков тащит пачка не очень большая но баллисты представляют угрозу плюс энты представляет угрозу зданием но это уже закончили ну да тут джосер конечно обосрался причем очень сильно так закидывается засада отгоняют они мага и джосер спасен у него достаточно денег я бы на месте начал строить вышки что он и делает правильно и какие-нибудь войска он это тоже делает хорошо здесь дополнительный слон есть так этот этот слоник погибнет а не снесли я понял волки снесли баллисты а значит крепости ничего не угрожает но сюда ползут маленькие хитрые сори скорпиончики сожалению полевуха в кд поэтому они не могут быстро снести крепу но решил сейчас вождь маку пожертвовать всем он своих гонит слонов но только он не контролит и они куда-то идут в разные стороны надо бить крепу сделать пару ударов по крепости и она упадет и весь этот урон который в него вливается внезапно исчезнет и так и произошло двадцать пятку уже в отчаянии закинул морзе перед перед своей кончиной закидывается от циферки третий тир мухат пытается спастись это правильное решение его бы не хотелось терять если бы я был конечно на месте маку в это время саурон даже пытается как-то отстроиться но войск у него пока что нет и джосер восстанавливает свою базу у него как бы тоже ничего нет но самое главное для верхней команды это то что ангмара больше ничего нет есть призывы можно даже попытаться прям наглую а ну ака а он так и делает то есть можно еще пирамиду призвать и всадить эти здания пронести так смотрим сюда не перекочевала нет он креп построил ниже блин маку как будто чувствует что это не последнее здание не сносит так он где-то призвал пирамиду походу здесь накопительством занимается так немножко войск построил джосер тут надо как бы с этими разобраться давайте мы промотаем слегка убили муха да все помянем и тут даже какие-то войска построился урон ну-ка ну шесть семь восемь девять если не строить войска он может позволить себе построить крепку через некоторое время так всадники ветра разбились что они пытались сделать они чё в наглую слонов будут сносить нормально не вот это мужики конечно такое ну и сосуд тоже принципе как мужики орел улетел кстати углы и хера скорая 10 уровень будет призыв двух орлов еще круто ладно давайте промотаем ничего вообще не происходит на карте ну пошел пошел в атаку со урон но мне кажется что у него ничего не выйдет 10 ну кстати 10 уровень гвейхир взял сейчас они его убьют но десятый уровень круто круто впервые вижу чтобы кто-то гвейхира до десятого качества жесть так под станчик боже в копейщиков братан плохо плохо под станчиком стояли войска циферки да обидно надо было в ближнем бою биться они же все в одной точке и младрис себя очень плохо против слонов чувствует потому что у него армия плотная если не все в одной точке тысяч слон 1 1 1 так и практически всю твою армия может задеть не надо было давить это похоже это похоже на снос крепы закинул полевуху пытается маку всячески спасти тиммейта но у самого у него войск нет он уже устал зато у него есть куча скорпионов и сауром у него еще есть не знаю правда чем он может помочь но он есть похвально кстати джосер пытается восстанавливать здание постоянно пришел еще один бумаг у циферки есть потоп ну теоретически можно попытаться на храпом крепу взять у него остается полон до да да в принципе закинуть потоп сейчас на крепу взять всю свою армию кликнуть и подождать он там там даже лорды есть этого хватит но он опасается по всей видимости это у гвейхир еще и орлы этого достаточно но посмотрим чем будет делать там еще элрон пришел ладно может он боится что будет какой-то подкреп поэтому он потоп держит скорпионы в атаку не идут ладно мотай все джосер джосер проиграл и но джосер успел лагерь поставить перед смертью мы пойдем контор ну надо вождю надо что-то делать срочно либо ливать если он уже сдался либо идти в атаку это уже все кстати поливали да как будто он марта морзе ливнуть решил то есть тут всего один челик но у него теперь ситуация очень крутая все у него большая база я удивлен что ливнул морзе как бы у него была армия ну-ка я не понимаю типа они они боятся на него нападать пытаются всячески разбить его армию что ли но ведь на ведь лучше попасть сюда у них же куча скорпионов туда он даже со урон что-то настроить успел эти ребята крепу могут снести пойти вот допустим эту крепу они легко сносят пойти ими разбить всю эту экономику ну то есть к чему я веду они никогда не победят его вот так армия на армию потому что он во первых у него все герои уже прокачены во вторых он постоянно подводит подкрепление то есть у него одного экономика лучше чем у них троих вместе взятых чтобы победить его им надо сделать так чтобы если он армию теряет подкрепление не подводил а это получится только в том случае если экономики у него не будет а значит нужно на эту экономику напасть ну они начали это делать кстати просто вот эти скорпионы уже давно бы снесли ему половину ресурсных зданий и было бы легче жить намного легче жить так получается какая-то сумбурная срань он просто бегает и на нагибает всех столько слонов уже послевалась там тут банально нечем убивать ни одного из его героев то есть даже если бы он обилки не юзал хотя он прям совсем обилки не юзает ладно ты ты не прав немножко если он совсем ни хрена не будет делать то конечно не его убьют сейчас по ходу сдохнет сумма обожает меня раздорчик бы сначала кинуть ну ладно да чё-то такое случилось циферка решил что можно просто потерять армию и у него это получилось минус элрон протки еще живы глор тоже умер и войска все умерли текс что у нас здесь рохан живет у рохан может на одном лагере себя нормально чувствовать долгое время сколько у него очков командования 400 а он не может захватить вот эта грусть если бы саурон не захватил таверну он мог бы ее забрать еще сотка очков командования я так понимаю что рабочего то у него никакого нет он только за счет лагеря жима спасали сюда чтобы ответить на угрозу морда там был страх про юзану орел не представляет для них угрозы никакой они его с легкостью могут убить саурон боже саурон братан братом если ты посмотришь этот ролик ну 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 что это но почему все так плохо но тела что-то не сидит весь матч сидишь они потеют просто как настройки какой-то а ты как ебаный прораб ты сидишь короче и смотришь как они работают ну начинай что-то делать допустим вот армия слабая да она крепу не может снести иди снеси здание обойди крепость неси это или в наглую пойди это снеси что-то делай не сиди просто в этой игре нельзя сидеть и время играет против игрока блин как же бесит когда реплей крашит где-то под конец я так долго перематывал что я забыл о чем он вообще был короче я надеюсь что я не переборщил и вроде как нормально промотал маку отправляет пачку скорпионов и саурона саурона точнее отправляет пачку бомжей носите эту крепу но увы были призваны лорды и они помешали хотя на самом деле скорпионы что-то не не дамажили крепу там только парочка но в любом случае не повезло и атака развалилась в это время целая куча слонов дерется с остатками армии циферки не вообще вроде как бы успешно ульт правда очень сильно помешал если им удастся избавиться от всех копейщиков то можно было конечно легко продавить всех но к сожалению им не удается этого сделать и получается что слоны были все потеряны вновь амухат задавит ладана и элрахира и еще он в теоретически может задавить элранда но единичка это понял в смысле циферка это понял и свалил так здесь он пытается додушить эту попытку свергнуть его с престола в это время джосер походу самый большой удар по его экономике нанес да я все-таки я промотал больше чем нужно но сорян пацаны волчиса сидел мотал блин и короче нет экономики у него дает поражение несмотря на всю его прокачку теперь он уже не сможет подстраивать подкрепление как раньше а значит что осталось дело за малым нужно его просто додушить здесь подкрепа дополнительные пипец самый забавный что потеря джосера по сути сыграла на руку верхней команде я потеря крепости джосера имею ввиду потому что благодаря этому он начал карасить экономику своими всадниками то есть начал делать то что делал всю игру ангмар волками своими благодаря чему они по сути легко смогли пробить циферку да ну тут остается малая в принципе крепость и конюшня бараков больше нет я думаю что ему можно сдаваться давайте промотаем а он сдался подведем итоги мвп вождь маку думаю определенно если бы чел который играл за ангмара этот четыре точки если бы он не ливнул мвп был бы он но я не понимаю правда может я какой-то момент пропустил если так то сорян но я не понимаю чё он ливнул у них все равно было преимущество и они бы выиграли если бы он не ливнул спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал моим спонсором в описании видоса вы найдете ссылки на скачку этой игре и много чего еще всем пока